так здравствуйте вы на канале про цветок меня зовут тяпкина татьяна я являюсь действующим ландшафтным дизайнером сегодня наша тема будет посвящена зоне за территорией вашего участка я это называю зазаборье тема немножко новая на нее не совсем часто обращают внимание но она очень актуальная и на самом деле очень интересные по теме участка как бы вроде всем все понятно а что же делать зоной за забором зона за забором на самом деле тоже очень важно почему потому что вы уже подъезжая к своему участку или подходя к своему участку видите эту тему видите эту историю и у вас уже начинает складываться впечатление и настроение про участок и если у вас здесь красиво и эта зона вас уже встречает и радует вы уже к себе на участок или кому-то на участок попадаете с хорошими эмоциями с хорошим настроением а это то чего мы хотим добиться сегодня мы рассмотрим с вами пару вариантов обустройство территории за забором наш первый вариант зона небольшая совсем по сути маленькая до пяти метров погонных в длину но очень насыщенная чем хороша зона за забором тем что она дает возможности еще продлевать и использовать территорию как бы своего участка на своем участке мы не смогли посадить более габаритные крупногабаритные растения и мы их вынесли за территорию участка потому что нам нужно было перекрыть соседние дома которые смотрят в окна нашего дома поэтому мы здесь использовали рябины рябина обыкновенная довольно крупная вот но по кроне легкая и дает нам ту возможность которую я хотела использовать да то есть мы закрыли территорию нашего участка внутри дома и ликвидировали те варианты которые нам не нравятся за забором дальше это наш первый ярус второй ярус наш нашего за заборе будет занимать гортензия метельчатая она еще конечно только второго года посадки но уже довольно крупная видите какие шапки массивные и она у нас цветет структурное растение не разваливается мы его можем оставлять на зиму не обстригать а уже рано весной мы его обстрел делаем стрижку и пониже ярус это тоже наш кустарник это наша спирея березо-листная сорт тор по сути это живая изгородь все видите три растения за которыми минимальный уход и картинка практически всегда красивая пару лайфхаков первое не надо стараться зону забора максимально обустроить до линии дороги у нас наш цветник расположен максимально близко к забору почему так я делаю потому что из опыта практики наблюдений я вижу что первое неудобство которое нам доставляет обслуживание дорог это уборка снега если это живая желая территория желая застройка то обычно все убирается крупногабаритной техникой и территория которая примыкает к дороге постоянно испорченная то есть сюда снег убирается сюда заходит снегоуборочная техника сметает вот ну сюда опять же если рассыпается дороги посыпает все попадает сюда соль и для растений это неблагоприятно сказывается поэтому мы делаем зону газона а потом уже делаем наши посадки у вас аккуратненький газончик и аккуратненькие посадки второй момент на который нужно обратить внимание я вам сказала что нижний ярус у нас практически живая изгородь и в наших посадках мы использовали лиственные растения это неспроста почему самая проблема вот этих территорий за забором это испорчивание их животными особенно собачками собачки очень любят метить хвойные растения поэтому если вы хотите использовать в этих посадках хвойные растения то их желательно располагать за живой изгородью вы сделаете вот как у нас видите бордюр и тогда животные не имеют возможности ближе подойти к растениям и их испортить но я стараюсь не использовать хвойные растения за забором именно по этой причине если я использую то это будет штамповые варианты которые выше и нижний ярус которые не будут трогать животные здесь сейчас я вам покажу второй вариант там у нас была довольно маленькая зона здесь у нас в отличие от предыдущего варианта длинная полоса вдоль забора больше 30 метров и ее нужно было тоже обустроить чтобы было интересно и красиво опять же тот прием продолжения сада мы сад перекинули заняли территорию за забором и использовали посадки крупных растений именно в линии за забором понятно они еще у нас не сильно большие а тут тоже использовала растения ту же самую по сути рябину рябина ария и опять же кустарники средний ярус и нижний ярус моя задача минимальный уход ухода хватает на участке рябина ария будет довольно крупным растением и давать нам закрытие от зоны дороги будет сдерживать шум будет сдерживать пыль и когда мы будем находиться на участке мы будем видеть кроны этих растений и у нас будет создаваться иллюзия да обман что это растение нашего участка следующий ярус у нас гортензии но в отличие от предыдущего варианта у нас здесь гортензия древовидная стронг аннабель идет в перемешку с спиреей серой у нас такие блоки гортензии спиреи гортензии спиреи и самый нижний ярус про что я вам еще в предыдущем моменте говорила это бордюр и спиреи little princess это живая изгородь которая не будет давать возможности захода животным к этим растениям и всю композицию она будет соединять в единое целое но на что еще обращаем внимание у нас здесь использована на большой территории всего лишь только четыре растения но эта зона декоративно практически всегда весной у нас цветет наша рябина верхний ярус и в нижнем среднем ярусе ее дополняет спирея серая грифшайн это белые шапки затем середине ледь лето цветение перехватывает наша живая изгородь нижнего яруса спирея little princess цветение воздушная легкая яркая очень напоминает мне цветение роз а уже в августе и на сегодняшний момент сентябрь наше цветение захватывает эстафету перехватывает гортензии и гортензии мы опять же повторюсь не стрижем они на зиму уходят в таком состоянии поэтому вот опять же четыре растения но наш структурный цветник за заборе всегда декоративен и на самом деле когда вот эти вот моменты цветения все ходят к нашему участку и любуются если предыдущие два варианта у нас были использованы в цветниках только древесная группа кустарников и деревьев то в данной композиции это на входе в зазоборе у нас использованы еще структурные многолетники это хоста и остильба это довольно теневая зона полутень такая поэтому подбирались растения которые будут хорошо себя чувствовать в такой обстановке но опять же лайфхак да у нас здесь мощение плиточное и понятно опять же будет убираться снег и будут вестись работы поэтому ближе к забору я высадила наши гортензии так как идея вся с гортензиями вдоль забора средний ярус у нас остильбы нижний ярус у нас хосты в межсезонье когда убирается хосты и остильбы сюда убирается снег и растения наши не вредятся весной они заново выходят еще на весну у нас здесь есть посадка луковичные нарциссы поэтому опять же наш цветник практически весь сезон цветущий и интересный весна это нарциссы потом остильба хоста и гортензия ничего сложного очень простые растения но посмотрите какой интересный красивый цветник вас встречает каждый день на входе к вашему дому спасибо за внимание надеюсь вам мои советы пригодятся в обустройстве вашей территории за забором ставьте лайки подписывайтесь